Израильская авиация наносит удары по сектору Газа. Об этом заявила армейская пресс-служба. Сообщается, что это стало ответом на ракетный обстрел города Бьершева со стороны палестинских боевиков. О наличии потерь с палестинской стороны информации пока не поступало. Это стало первым обменом ракетно-бомбовыми ударами между сторонами конфликта за последние два месяца и пятым с начала года. С конца марта в секторе Газа продолжаются протестные акции «Великий марш возвращения». Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики израильской армии уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалации удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования конфликта. Последний такой раунд прошел в начале августа, когда палестинцы за два дня выпустили порядка 200 ракет и мин, а израильтяне ответили бомбежками почти 150 целей на территории Анклава. В последние дни премьер-министры и министр обороны Израиля говорят о необходимости нанесения жестких ударов по правящему в секторе газодвижению ХАМАС, чтобы добиться от него прекращения агрессивных действий, включая еженедельные беспорядки на границе. Обстрел Биоршевы минувшей ночью реактивный снаряд упал в жилом массиве Биоршеве. В нем живет около 200 тысяч человек. В результате атаки никто не пострадал. Местные радиостанции и телеканалы публиковали в социальных сетях фото и видео с места происшествия. На них видно, что снаряд разорвался в палисаднике у двухэтажной постройки, повредив само здание в плотно застроенном жилом массиве. По их сведениям, несколько горожан пережили паническую атаку, им потребовалась помощь медиков. В прошлый раз палестинские боевики выпустили ракету, побиевшую его два месяца назад, а до этого не обстреливали его четыре года.